И всем привет, ребят, с вами Сорвайк, и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору нового обновленного вулкана с пульсаром. Как вы знаете, есть у нас супер жесткая комбина для набития киллов в нашей игре. Это вулкан плюс Крусейдер, либо Орес. Я возьму сегодня Ореса и Гиперион. То есть вот эта комбинация, которая дает возможность набития супер большого количества киллов. Плюс у нас, ко всему прочему, пульсар обновился. Я уже тестировал пульсара на Твинса, на Смаку. Ну и сегодня настало время протестировать пульсарчик на вулкан, который, к слову, показывает себя супер-супер сильно. В принципе, комбинация себя показывала в последнее время очень круто. А после этого обновления, когда пульсара устройства стали наносить еще больше статус эффектов, эта комбинация, как по мне, должна работать еще более интересно. Так ли это на самом деле? Мы сегодня это дело проверим. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч токойнов. Для этого у нас только игры в аккаунте, кстати, мы лично и так, и так, и так, и так. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а я пикую дефолтную TDM. В принципе, не хочется ничего здесь другого выбирать. Я считаю, что такая комбинация и на Аресе, и на Крусейдере работает плюс-минус одинаково. Единственное только то, что у меня, например, на Крусейдере есть драйвер, и на Крусейдере как-то уже не хочется брать иммунку от поджога. А вот на Аресе у меня драйвера нету. Соответственно, мы берем иммунку от поджога. И под это все дело будем стараться еще и давать пустые шареллы на вражеский респаун, который будет и хилить нас, и будем стараться еще уничтожать от этого всего дела большое количество противников. Запикивает меня на Соликамск. Не сказал бы, что это шикарная карта, при том, что она уже начатая. Но вроде как мы уже даже выигрываем. Поэтому будем стараться помогать нашим тиммейтам. Противники, я смотрю, что начинают уже катать по нашим респам. Сейчас мы эту ситуацию быстренько исправим, чтобы так у нас противничек сильно не наглел. Да, и будем стараться уже выпушивать все это дело под вражеский респ и контролить его. Посмотрим, сколько у нас резистов от вулкана. Два реза. Два реза от вулканчика. Не сказать, что это много. В принципе, надеемся только на свои пульсары. Кстати, сейчас ни одного пульсара не вылетело. Хотя пульсаров с вулканом должно было стать больше после обновления. Да? Ну и в принципе, я на вулкане катал. На своем втором аккаунте. Я скажу, что он работает все так же очень и очень круто и сильно. Так, рубим первого противника. Пробуем сразу же доработать по викинга молоту, по безрезу. В принципе, эта комбина должна очень и очень много урона наносить. Ну и по сути, мы, наверное, даже можем попробовать выпушить правую зону у базы противников. Да, и там сверху у них на базе встать. Там не так много респов. И у нас будет много пространства на карте для реализации нашего вулкана. Так, сосулечка залетает. Одна, залетает вторая. Две сосулендрочки раздают наши противники. Но мы пытаемся здесь запушить. Так, ну и нам надо статус эффект по вот этому замечательному Крусейдеру. Потому что у меня что-то... О! Наконец-то залетело. А то я думал, что-то у меня статус эффекты не залетают. Потому что больно много живут эти противники. Так, ну и теперь пытаемся выпушить уже базу. Опачки. А вот это приходка. А вот это приходочка здесь у них на базе с миночками. Ладно. Хорошо. Меняем траекторию на низ. Не будем мы так глупо открываться под противника и въезжать во все мины. Попробуем объехать всю эту ситуацию. Может быть получится даже. Здесь у Гипериона кулдаун на аптечку крайне-крайне маленький. И, соответственно, у меня есть возможность здесь даже, может быть, понаглеть, повъезжать, да, и поконтролить того мамонта. Оп, и зидочка мне еще хилинга дает вкусного. От магнума у нас резист, я не знаю, стоит или не стоит. Но можно будет, если что, взять. Так, мамонта надо набрить. Хорошо, супер. Все миночки сгорают. Все миночки у мамонта сгорают. Шикарно. Скорпиончик пытался здесь дать сводочку. Так, у меня 97% овердрайва. Можно будет сейчас овердрайв еще прожать. Здесь хантера есть и зида. Пробуем ее тоже обработать по-быстренькому. И уже плюс 20 килов мы ведем. Да, то есть вот мы только заехали на вражеский респаун. И сразу уже и наши тиммейты здесь подключаются под пуш противника. Да, и мы уже начинаем прям очень жестко наваливать по урону. Да, то есть здесь вот, если изначально я запикился в катку и наши тиммейты боролись с противником на нашем респе, то как только мы выпушиваем вражескую базу, то все становится совсем по-другому. Да, как только ты начинаешь жить на респе у противника. А если добавлять еще вот такую шарелочку по четверых вкусную. Идеально, идеально. Ах, мамонт хавает. Мамонт хавает, но даже при том, что он хавает, урончика я сумел нанести крайне-крайне много. 11 килов у нас уже. При этом 80 килов у нас на команду. Довольно быстро начинает раскручиваться эта каточка. Что не может не радовать. Так, ну и пробуем еще въезжать. Стараемся еще накидывать по-плотненькому. Там уже викинга молот у нас прожимается. Что у меня при резистом стоит? Магнум, шафт, скорпион. В принципе, неплохие резы. Единственное, я только шафтов противника не видел. Но что скорпионы, что магнумы сейчас у нас в большом количестве в матчмейкинге присутствуют на постоянной основе. И это, к слову, вот о том. Вы у меня часто спрашиваете, какие резисты лучше всего использовать в матчмейкинге. Вот резист от магнума и от скорпиона. Это тот рез, который у вас, как по мне, всегда должен быть. То есть это две пушки, которые на постоянной основе напрягают очень и очень сильно. Ну а третье, наверное, сейчас даже какой-нибудь, условно, молот. Молот это вот тоже та пушка. Хотя шафты, если есть. То есть здесь просто в этом мою шафтов нет. То есть от шафта тоже лучше всего иметь резист. То есть мой резист, который сейчас у меня имеется, это, по сути, хороший резист для матчмейкинга. Но можно его комбинировать и с резистом, например, от того же молота. Потому что на молоте у нас сейчас игроков в ММ играет тоже довольно-таки много. Так, рикошет в упоре передо мной оказывается. Пробуем по нему тоже здесь накидать. Отлично. Респим еще одного бойца. Пытаемся выпушить здесь под Хантера и под Ареса магнумов. Ну и меня, к сожалению, здесь сливают. Ну довольно большое количество противников стоит просто у себя на респе. Соответственно, у нас появляется возможность их отлично пушить. Ну и можно попробовать даже оттуда. А, нет, здесь у нас угла не хватает. Накидать урона на вулкане. Я уж думал, что можно еще и попробовать оттуда накидать урончик. И дать еще дополнительные добавочки. Так, пробуем здесь разобрать еще одного бойца. Слева у нас три противничка открываются. Магнум, ой, не магнум, Скорпион пытается по мне свестись. Накидываем здесь еще по Викингу добавочки. Так, и по Хантеру. Отлично. Контролинг пока что слева у нас работает. Дожить бы до аптеки. Дожить бы до аптеки. Дожить бы до аптеки. Отличный пульсар. Боже, как же жестко. Сейчас он обрабатывает, но я подрываюсь на миночке, которую можно было бы здесь не ловить. И можно было бы дополнительно выживать. 16 на 7. Даже в таком бою с начатой катки мы уже практически в двадцатку вылазим. Самая важная задача ваша на таких комбинациях, это стараться как можно дольше жить. То есть, чем дольше вы живете, тем больше киллов вы имеете. То есть, как вот в начале боя я заехал к противнику на респаун. Вот таких вот ситуаций вам нужно создавать как можно больше. Если вы будете у противника на респе жить, то вы сможете и киллов сделать от этой позиции супер много. Поэтому, чем меньше карта, чем меньше вам надо ехать, да. Вот, например, я выбрал просто ареса, который довольно-таки медленный, да. Тем больше у меня будет возможностей для контроля вражеского спауна. Ой-ой-ой, двадцаточка залетает здесь от страйкера. Немножечко я ему здесь помешал. Но, надеюсь, что не очень жестко он на меня разозлился. Ой-ой-ой-ой, блин, Шареллу можно было вкусную здесь подловить. Что-то я как-то сконцентрировался на других противников. А можно было бы там бы шар с разворотика такой очень вкусный залепить по оппоненту. По итогу я просто 50% нашего овердрайва слил практически в никуда. Остается 3 минуты до конца, либо 25 киллов. По критам, по вулкану, ну супер. Просто супер. Да, то есть то, насколько много урона вулкан наносит, это работает. И, что самое главное, резистов от вулкана большое количество в матчмейкинге не используется. Не используют просто резисты. Соответственно, у вас есть... Блин, здесь как меня эта хантер резина переигрывает? Это, конечно, шоковая немножечко ситуация для меня. Немножечко шоковая. Там он аптечку грамотную прожал, да? Засейвил все мои статус-эффектики. За счет этого мы его не переиграли. По итогу у нас счет всего лишь 20-10. То есть не так жестко, если честно. Хотя, я уверен, что этот вулкан может делать прям очень и очень вкусные результаты. Очередное прожатие овердрайва от противника. Пытаемся чуть подсейвиться, чтобы не открываться и не сливаться. У викинга уже должен спадать здесь овердрайв. Пробуем нанести урон по Крусейдеру. Так, ну и здесь есть противники. Поэтому под них можно уже и Шареллу запустить. Можно уже и Шарельник дать здесь вкусненький. Думал, что там еще один противник откроется. Ну и наконец-таки я Хантера Эзиду эту должен добирать. Должен добирать эту Хантера Эзиду. Есть контактик до последнего килла. Не мог я никак ее слить. Но по итогу, под конец этой каточки, мы все-таки ее урабатываем. И в таком бою я делаю 23 килла. Что является, в принципе, неплохим результатом. То есть эта комбинация может давать и 40, и 50 киллов за бой. Да, все зависит от того, как вы будете долго жить. Да, если вы въезжаете в рейс противника, живете, сейвитесь. Гипериончика, аптечки грамотно реализуете. То эта комбинация будет давать очень и очень хорошие результаты. Учитывая тот факт, что Вулкан в супер-мете на сегодняшний момент времени. Это вообще мега-имбовая комбинация, если честно. Да, то есть вот если вы думаете, что прокачивать, и вы не знаете. То есть вот эта комбина максимально простая и максимально эффективная. А Ресик, либо Крусейдер с иммунитетом от поджога. Вулкан с лучше всего Пульсаром. Но можно даже, если не имеете Пульсара условно с Адреналином, разыгрывать эту комбинацию. Резист от 3-4 противников. Вкусный, да, лучше всего там типа Магнум, Шафт, Скорпион. Там можно Молот, да, еще резист. И самое главное Гиперион. Любой другой дрон не будет работать с этой комбиной. А вот Гипериончик, это прям супер шик и блеск. То, что нужно для реализации этой комбинации. Поэтому, если вдруг вы не знаете, что прокачивать, вот вам идеальная комбина. Если вам понравился видос, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну а у меня, друзья, на это все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.